Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут священник Иоанн Тераутс, и мы с вами продолжаем разбор первого послания апостола Павла к Коринфянам. В предыдущих встречах мы говорили с вами о том, что в Коринфе возникла большая проблема. В ней возникла партийная система. Кто-то называл себя Павловым, Аполлосовым, Кифиным и Христовым. Также Коринфяне укоряют апостола Павла в том, что тот недостаточно красив в своем ораторском искусстве, недостаточно, может быть, патетическое влияние имел на своих слушателей, как оратор. И поэтому они возмутились, разделились на разные партии. И вот четвертая глава является заключительной главой первой части первого послания апостола Павла к Коринфянам, говорящая как раз о разделении церкви. Давайте почитаем эту главу и сделаем ряд небольших комментариев. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы и как судят другие люди. Я и сам не сужду, не сужу о себе». Начнем с самого начала. «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Дело в том, что всегда ассоциация себя с каким-либо представителем духовным, духовным гуру, духовником или еще кем-то, она все-таки говорит о нем, как о какой-то первопричине. Апостол же Павел говорит о себе, как о служителе и домоправителе. Домоправитель или домостроитель тайн Божьих – это не прораб или инженер. Домостроитель – это домоуправитель. Это тот, в чьи руки было дано здание, в данном случае, церкви. Апостол Павел является проповедником тайн Господа Иисуса Христа, тайн Божьих, проповедником Евангелия. Но он не является самим центром этого благовествования, а является лишь служителем Евангелия. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным, и это тоже можно отождествить с какой-нибудь аксиомой. Слушатели апостола Павла прекрасно понимают, что домоправитель должен быть честным, верным, хорошим спутником, который не будет искать своей собственной выгоды, но в самую главу угла он поставит выгоду его нанимателя, в данном случае Господа Иисуса Христа, и не будет привносить чего-то своего в своих меркантильных интересах. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». А здесь мы с вами видим явную параллель с словами Господа Иисуса Христа «Не судимы, да не судите, да не судимы будете» из благовествования евангельского. В действительности это явно ответ на те упреки в сторону апостола Павла, которые были в коринфской общине. На это тоже стоит обратить внимание. Дело в том, что явно апостол Павла это задевает, что его церковь, основанная им, вдруг взбунтовалась против него. По всей видимости, коринфяне хотели поставить его на суд перед обществом, чтобы он дал отчет о своем благовествовании, на что апостол Павел говорит о том, что он не подсуден этим людям. Здесь можно увидеть именно такую свободу апостольскую от основанных им церквей, подсудности, под отчетность их только Богу. Здесь, конечно, говорится не о какой-то особенной неприкосновенности, но апостол Павел явно, как и любой другой проповедник Слова Божия, стоит на немножко иной ступени, нежели те, кого он обучает, тех, кого он учит. Именно адресаты его слов, его проповеди могут не так понять апостола, могут быть лишь очарованы своим новым религиозным знанием, новой религиозной жизнью и не объективно оценивать себя. Более того, даже и сам апостол говорит, я и сам не сужу о себе, потому что человек не может объективно судить о себе. Это действительно так, и каждый человек явно в своем опыте это познает. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Посмотрите опять, здесь можно неправильно понять, о чем говорит апостол Павел, что он ничего не знает за собою. Мы знаем из других его посланий, что апостол Павел знает о своих каких-то исторических или нравственных недостатках, о жале в плоть, которая является его болезнью. Также мы знаем о том, что апостол Павел был гонителем церкви, он это не скрывает. Но в то же время здесь имеется в виду проповедь. Он не знает за собою никаких недостаточеств проповеди или какого-нибудь тезиса, который бы он проповедовал, но которое бы не согласно было с Евангелием, проповеданным Иисусом Христом. «Судья же мне Господь». Да, действительно, апостол Павел немножко притормаживает своих адресатов, чтобы они не старались произвести суд сейчас и здесь. Нам иногда очень хочется это сделать, нам хочется сделать это над проповедниками, может быть, иногда над преступниками, для того, чтобы суд произошел сейчас на наших глазах. Но апостол Павел говорит, что «судья же Господь». «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Похвала – это награда в римском обществе. Вообще, в традиции Рима было делать такую похвалу человеку за его заслуги. Апостол Павел апеллирует именно к этому интересному обычаю. Так вот, «не судите прежде времени, пока не придет Господь». Это очень важные слова, опять же, которые обращают наш взор к евангельским событиям и к словам Господа Иисуса Христа. Потому что наша с вами внешняя деятельность является лишь вершиной айсберга. Основная же часть находится под водой, недоступна нашему взгляду. Иногда даже и вершина рассматривается нами очень приблизительно, и мы не видим глубины и перспективы у этого человека. К сожалению, иногда мы судим крайне превратно и лицеприятно, за одно и то же дело осуждая одного и похваляя другого. Об этой удивительной способности человека, падшей способности человека, знает и апостол Павел. И поэтому предостерегает своих посомых, своих чад, чтобы они не повторяли этой ошибки. Почему же Господь более объективен? Он абсолютно объективен, потому что он знает внутреннее наше, сердечные помышления, обстоятельства жизни, те или иные изменения в нас, наше состояние, иногда которое не разумеем даже мы с вами. И, конечно, каждому будет похвала от Бога. Явно, что в каждом человеке есть что-то доброе, что заслуживает этой похвалы. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Дело в том, что проблема осуждения, она действительно касалась Павла и Аполлоса. Именно Павла хотели повлечь к суду и Аполлоса тоже. Ставили иногда в пример Аполлоса как более сильного проповедника, имеющего дар слова. Так вот, апостол Павел призывает своих посомых, чтобы они научились от нас, от Павла и Аполлоса, не мудрствовать сверх того, что написано и не превозносились один перед другим. О, как иногда вожделенно дать окружающим что-то новое, какую-то совершенно иную мысль. И как иногда скучно бывает человеку, когда он идет по какому-то заранее проторенному пути или не выходит за рамки определенных границ. Апостол Павел призывает их, чтобы они были в этих границах, были в заграницах и в рамках Писания. Конечно, тогда речь шла о Ветхом Завете, с которым наверняка Коринфяне уже были знакомы. «Ибо кто отличает тебя? Ты что? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то хвалишься, как будто получил». Третьих риторических вопросов связаны с этой апологией апостола Павла. «Ибо кто отличает тебя? Кто поставил тебя другим? Кто сказал тебе, что ты иной, нежели твои братья? А если что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то хвалишься, как будто бы не получил, как будто бы сделал это сам из себя». То, что нам дает Господь, то, что является даром Духа Святаго, является действительно подарком, в котором я не имею большого значения. Поэтому зачем мне хвалиться тем, что является даром Божиим? Зачем мне хвалиться тем, в чем я лично не потрудился? «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Апостол Павел приводит здесь три состояния, в которых пребывают коринфяне. «Они присытились, обогатились и стали царствовать». Но это в их глазах, это не было на самом деле объективным положением вещей. И дальше апостол Павел в своей иронии раскрывает это. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощные, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираем и до ныне». Если коринфская паства возомнила о себе то, что они стали высокими, то, что они стали глубокими, духовными, правильными, то апостол говорит о тех своих скорбях и страданиях, которых не заметили коринфяне. Нам иногда очень хочется, чтобы, придя ко Христу, мы сразу стали творить чудеса, разговаривать на иных языках, чтобы с нами произошло какое-то абсолютно чудесное, может быть, даже магическое изменение, но этого не происходит. Потому что путь ко спасению так или иначе лежит через крест, через страдания, через претерпевание, трудности и своих недостатков, через работу над собою. И апостол Павел говорит об этих трудностях, что они есть. И что они есть у апостолов, которые выше стоят все-таки, которые вообще, в принципе, посвятили всю свою жизнь именно деланию дела спасения других людей, в отличие от коринфян, которые в основном занимаются делом спасения собственной души. Поэтому коринфяне находятся в степени некоторой прелести о себе и необъективного суждения. Дальше апостол Павел говорит о том, что злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как ссор для мира, как прах, всеми попираем и до ныне. Это отсылка к евангельскому тексту. Это отсылка к тому, что он исполняет заповеди Божии. И Господь говорил своим ученикам и апостолам, что если меня гнали, и вас будут гнать. Если меня слушали, то и вас будут слушать. Также не стоит оброходить вниманием аллегорию апостола Павла, потому что он говорит, что он или мы, апостолы, последние посланники. Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделали позорище для мира и для ангелов и человеков. Позорище для мира. То есть представление. Чаще всего смерть, осужденные на смерть люди в Римской империи подвергались разного рода казням, среди которых было участие в разного рода представлениях, где тебя должна ждать смерть. И вот апостол Павел представляет себя именно таким. Мы знаем, что его судьба о проповеди была крайне тяжелой, непростой. Ему приходилось бороться со своей болезнью. Ему приходилось много сделать, много претерпеть для того, чтобы дойти до мученического венца. «Не к постыждению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Он использовал иронический подход, и многие могли воспринять это как обиду или как постыждение от апостола Павла. Но это вразумление. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В большинстве рукописях, а также в переводе Кассиана, епископа Кассиана Безобразова, отсутствует слово «как я Христу», потому что оно взято из дальнейших глав, дальнейшего благовествования апостола Павла. И в ранних рукописях это отсутствует. Посмотрите, апостол Павел рассказывал о том, какие претерпевает он страдания и неприятности. И он говорит «подражайте мне». В чем же подражать? Не в его добродетелях пока что, не в его высоком проповедании и учении, нет. Подражайте в моем умолении, подражайте в моих немощах. Пройдите это, как я прохожу это. Почему апостол Павел так делает? Неужели, может быть, он завидует коринфянам, которые в таком приятном положении находятся, мыслит о себе хорошо? Нет. Дело в том, что Павел на своем личном опыте видит, как необходимо это в деле нашего спасения, как сложно человеку пройти ко Христу, минуя страдания, кресты, неприятности. Дальше он говорит следующее, апостол Павел. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе. Как я учу везде, во всякой церкви, как я не иду к вам, но некоторые из вас возгорделись, но я приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом к ротости?» Павел развенчивает мнение многих, кто говорил, он боится прийти, он боится ответить перед нами, он развенчивает их мнение, потому что говорит, что придет и разберется с теми хульниками и с теми людьми, которые сеют разделение. Как важно, чтобы церковь была едина, как плохо, когда церковь разделяется на части. Тимофей, возлюбленный и верный сын или помощник апостола Павла, к которому он обращает свои пастырские послания. Он приходит для того, чтобы сказать о нем, для того, чтобы говорить о проповеди апостола Павла. Тимофей явно был знаком коринфской общине, это раз, а второе, Тимофей явно был уважаем и авторитетным, был помощником апостола Павла, для того, чтобы наладить все дела в коринфских общинах. Из данного материала хотелось бы сделать несколько экзогетических выводов. Во-первых, что очень важно, церковь должна быть едина. Разделение на партии или на принадлежание к тем или иным гуру, к тем или иным проповедникам является не церковным и плохим в деле спасения наших с вами душ. Второе. Для каждого духовного возраста должна быть своя духовная пища. Это еще один вывод из тех глав, которые мы разобрали. Третий вывод. Злословие и осуждение, будь то проповедников, будь то друг другу, тоже является делом нехристианским, потому что мы необъективны, и наши выводы будут неверными, и мы будем тем самым делаться служителями лжи, что для нас совершенно не нужно. И следующее. Очень важно, чтобы мы помнили о тех наставниках, которые привели нас ко Христу, о тех, кто заботится о нас, каким бы иногда, может быть, неприятным методом это ни делалось. Очень важно, чтобы мы сохраняли единство. Спасибо вам за просмотр этого ролика. А мы с вами продолжим в следующих роликах разбирать первое послание апостола Павла Коринфяна. С вами был священник Иоанн Терауц. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok